Две ученицы Омской школы уже точно знают, что свяжут свою жизнь с краеведением. Проверить свои знания по этому предмету они отправились в Салихард. Там состоится межрегиональная олимпиада. В столицу Ямала они повезли исследовательские работы, подготовленные к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Девушки расскажут о ветеранах Неницкого округа и проверят свои знания по родной культуре. Впервые свою исследовательскую работу Мария Конюкова представила на конкурсе имени Антона Пырерки. Проект «Бумажные треугольники войны» рассказывает о фронтовых письмах, которые сохранились у жителей села Ома. Работу, которая получила высокие отзывы жюри, Мария представит на олимпиаде по краеведению в Салихарде. Её коллега по исследовательской деятельности Татьяна Соболева едет на олимпиаду тоже не с пустыми руками. Она расскажет о боевых наградах односельчан. Самая высокая награда была у двоих односельчан. У Маркова Фёдора Андреевича и Кокина Александра Петровича. Их представили к званию Героя Советского Союза, но им это звание не дали, а наградили Орденом Красного Боевого Знамени. О том, что из Омского сельского совета на фронт ушли 107 мужчин, школьницы узнали на кружке краеведения «Моё село». Несколько лет под руководством опытных педагогов ученики осваивают историю родного села. Участниками кружка при поддержке местной администрации создан сайт о ветеранах и труженьках Омы. Мы девочек учим интересоваться историей своего края, учим любить свою землю, ценить её, гордиться тем, что мы на ней живём. Помимо исследовательских работ, участники Олимпиады по краеведению напишут эссе и ответят на вопросы викторины. Итоги межрегиональных состязаний будут известны 27 ноября. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север».